Всем привет! Здорово, что зашли на iZender Today. Когда я впервые услышал про Samsung Galaxy S10 Lite, то первым делом у меня в мыслях всплыли всякие поделия в духе Galaxy S3 Lite. Это, если кто не знает, в те времена было модно вслед за флагманом, в данном случае Galaxy S3, выпустить какое-нибудь невнятное говно с никакущими характеристиками, но зато с названием как у флагмана. Однако, как оказалось, опасался я зря, и Galaxy S10 Lite, на первый взгляд, действительно очень интересный аппарат, причем который в чем-то обходит даже и настоящий Galaxy S10. Так что садитесь поудобнее, будем разбираться, есть ли здесь подвох и если есть то в чем. Приступаем. Обычно обзоры я начинаю с разбора комплекта поставки, но в этот раз, во-первых, смартфон попал ко мне, что называется, без всего, а во-вторых, это тот случай, когда начать хочется с цены. Официальная стоимость нового Galaxy S10 Lite 45 тысяч рублей. С одной стороны, это, конечно, много, но с другой, это официальная цена на Samsung с топовым Snapdragon 855 внутри. Какое-то время назад за такие деньги можно было рассчитывать максимум на середнячка с начинкой чуть выше среднего. В принципе, можно даже не ходить далеко за примером. Еще в конце 2018-го Samsung просили 40 тысяч рублей на старте продаж за очень средненький Galaxy A9. В общем, на фоне всего, что было в ассортименте корейцев до сих пор, эта модель действительно сильно выделяется. И еще не забываем, что скоро он появится и в тех магазинах, которые держат цену ниже официально рекомендованной и будет совсем хорошо. Если что, оставлю ссылку на Яндекс.Маркет в описании, чтобы было удобнее отслеживать. В общем, цена, конечно, приятно меня удивила, но теперь давайте и о том, чем пришлось пожертвовать ради этого. А что получилось оставить на флагманском уровне? Внешне Galaxy S10 Lite выглядит дорого, и тут придраться особо не к чему. В том плане, что хоть он и Lite, он мне кажется каким-то там неполноценным. Спереди больше всего напоминает Samsung Galaxy Note 10-го поколения. И причем не только из-за выреза прямо по центру, но и из-за очень тонких рамок вокруг. Нижняя чуть потолще, но все равно небольшая. Не знаю, как это выглядит на экране, но в жизни реально круто. А вот сзади оформление уже в стиле моделей 20-го года. Собственно, S10 Lite тоже модель 20-го года. Многие такой блок камер, как у него, ругают и называют его уродливым. Я с этим спорить не буду, но у меня какого-то раздражения такой дизайн в принципе не вызывает. Если уж надо как-то разместить кучу камер, то приходится выкручиваться. Но в случае S10 Lite фишка в том, что такой необходимости не было. На модуле очень много свободного места, так что можно было его и не делать таким огромным. Видимо, хотели, чтобы было похоже на Galaxy S20, который представят в феврале. Ну да дизайн это все такое, как говорится, на вкус и цвет, а вот с материалами, из которых аппарат собран, все конкретнее. Есть две новости. Хорошая в том, что рамка металлическая, и с этой стороны вообще никаких претензий, все как положено. Что касается плохой, то почему-то зажали стеклянную спинку. Вместо этого задняя часть сделана из глянцевого пластика. Пластик, конечно, хороший, качественный, и сразу даже и не скажешь, что это именно пластик. Но со временем, конечно, все проявится за счет того, что он сильнее царапается, быстрее заляпывается и так далее. По конструкции ничего особенного, так что скажу только про важные особенности. Первое, нет разъема 3,5 мм. Владельцы проводных наушников и гарнитур имейте в виду. Вдобавок, в S10 Lite отказались от влагозащиты. Сканер отпечатков сделали подэкранным. Не такой продвинутый, как ультразвуковой в старших моделях, но работает хорошо. Каких-то проблем у меня с ним почти не было. Как дополнение, есть разблокировка по лицу, но там просто фронтальная камера безо всяких навороченных датчиков. Еще стоит учитывать, что это большой смартфон. Для тех, кто не любит лопаты, точно не подойдет. И большой он не просто так, а чтобы засунуть в него большой экран. У нас тут панель с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1080 на 2400 пикселей. Новейшей матрице Dynamic AMOLED, как в Galaxy S10 и Note Lite не досталось, поэтому здесь используется всего лишь Super AMOLED+. На самом деле отличить одну от другой скорее всего не получится, ну если только положить рядом два аппарата и как-то очень пристально их разглядывать. Но есть кое-что, что заметно сразу и уверен, многие будут этому рады. В Galaxy S10 Lite экран плоский, без изгибов по краям. С качеством и изображением порядок, тут вряд ли кто-то сомневался, что так и будет. Есть, конечно, и хейтеры у самсунговских дисплеев, но мне они всегда нравились, по крайней мере если говорить о более-менее дорогих моделях. Яркость, углы, цвета, все отлично. Из-за большой диагонали плотность пикселей получается не супер высокой, но все равно почти 400 точек на дюйм и какой-то рыхлости или зернистости нет. Цветопередачу в настройках можно откалибровать на свой вкус. Есть заводские варианты, а можно и поиграться с ползунками вручную. Естественно, все фишки AMOLED на месте, включая идеально глубокий черный цвет. Always On тоже в наличии, если кто-то еще не сталкивался с этой функцией, это когда на выключенный экран выводится информация об уведомлениях, время, события календаря и все такое. В настройках можно выбрать, как все это дело будет отображаться, а так как экран AMOLED, батарею это тоже особо не разряжает. Чего нет, так это каких-то функций по сокращению мерцания, вроде DC Dimming. Мне было комфортно пользоваться и без него, но если ваши глаза к этому эффекту чувствительны, то лучше перед покупкой найти возможность посмотреть на экран вживую для проверки. К качеству леофобки никаких замечаний, но в случае девайса с такой ценой было бы странно, если бы они были. А теперь гвоздь программы, то чего все очень ждали, то ради чего заказывали смартфоны из штатов или покупали с наценкой у нас в непонятных магазинах. Смартфон от Samsung с топовым чипом Qualcomm внутри. На радость тех, кто по каким-то причинам недолюбливает процессоры Exynos, собственной разработки Samsung, в Galaxy S10 Lite устанавливается Qualcomm Snapdragon 855, независимо от региона. Да, это уже не самая продвинутая разработка в ассортименте Qualcomm, есть уже Snapdragon 855+, скоро появятся первые девайсы на 865 в продаже, но это все еще очень быстрый чип, и его производительности хватит еще, наверное, года на три точно. По памяти в моем экземпляре 8 гигабайт быстрый LPDDR4X оперативки и 128 гигов под файлы и программы. Накопитель, если что, использует память типа UFS 2.1. Карты microSD тоже поддерживаются, так что можно докинуть еще вплоть до 1 терабайта. Красота, ничего не скажешь. Единственный нюанс, на сайте Samsung, если посмотреть в характеристике, то указано, что оперативки в этой модели 6 гигабайт, возможно, версию на 8 добавят позже. Немного о том, как все это работает. Если одним словом, то быстро. Если двумя, то очень быстро. К сожалению, у меня нет сейчас на руках Galaxy S10 или Note 10+, чтобы сравнить напрямую. Но отзывчивость интерфейса, скорость запуска программ и переключения между ними, это вот прям... 10 из 10 лет! Каких-то задач, программ или игр, которые бы могли поставить этот смартфон в тупик, сейчас попросту нет. Но в случае S10 Lite забавный момент еще и в том, что где-то он будет даже быстрее, чем обычный S10 или S10 Plus на базе Exynos. Опять же, в жизни это не будет бросаться в глаза, но вот в бенчмарках облегченная версия окажется зачастую быстрее. Кому-то такое положение дел наверняка душу согреет. В плане звука Galaxy S10 Lite тоже упростили, убрали стерео, так что внешний динамик один выведен на нижний торец. Играет при этом хорошо, нормальная громкость, есть даже какие-то басы. На максимальной громкости не дребезжит, не перегружается. В общем, для смартфона вполне себе неплохо. Хотя стерео, конечно, иногда не хватает. Звучание в наушниках, как обычно, комментировать не буду, потому что слуха, который бы позволял как-то объективно оценивать этот параметр, у меня как не было, так и не появилось. И немного по теме автономности. Во-первых, сделали очень неудобный счетчик активности. Вместо того, чтобы показывать, сколько аппарат работает с последней зарядки, теперь разбивка по дням. В среднем у меня выходило где-то около 6,5 часов экрана при 50% разрядке аккумулятора. Так что на пару дней батареи на 4,5 мАч вполне хватает. По софту никаких сюрпризов. Из коробки на S10 Lite устанавливается 10-й Android с фирменной оболочкой One UI 2. Отличий от первой версии очень немного, и на первый взгляд может показаться, что их вообще нет. Но на самом деле кое-что все-таки есть. Во-первых, в настройке разрешения использования геолокации приложениями добавили очень полезный пункт. Раньше можно было либо разрешить, либо запретить. Теперь есть еще и третий вариант дать доступ к геолокации только в то время, когда приложение открыто. Это с одной стороны позволяет ими нормально пользоваться, а с другой не дает жрать батарею на фоне. Второе изменение касается темной темы. Она была на Samsung и раньше, но теперь они перешли на вариант, встроенный в сам Android. В интерфейсе системы разницы никакой, но в Android 10, если включаешь темную тему, она автоматически применяется и во всех приложениях, в которых она предусмотрена разработчиками. Удобно, короче. И еще из того, что лично меня прям порадовало, это то, что в жестовом управлении добавили опять же стандартный вариант из Android 10, который сделали похожим на версии Huawei и Xiaomi, и как по мне он намного удобнее того, что было у Samsung. В остальном все тот же One UI. Удобная оболочка, хорошо адаптированная для управления одной рукой, много различных настроек, многое можно настроить под свой вкус, и в общем одна из лучших, на мой взгляд, оболочек под Android, и по удобству, и по внешнему виду. Ну да хватит про оболочку, давайте уже поговорим и про камеру. Если судить чисто по количеству, то на самом деле все довольно скромно, по нынешним временам всего лишь три сзади и одна спереди. По модулям. Основной на 48 мегапикселей, ширик на 12 мегапикселей, и отдельная камера для макро на 5 мегапикселей. Фронталка одна, разрешение 32 мегапикселя. Ничего на самом деле необычного, примерно такой же набор сейчас можно встретить почти в любом смартфоне дороже 15 тысяч. Тем не менее, качество сейчас зависит не столько от самой фотоматрицы, сколько от качества оптики, которую ставит производитель, и софтовой обработки. И еще один момент, пока не забыл про него. Как и во всех случаях с камерами на 48 мегапикселей, 64 и больше, снимок в полном разрешении доступен только в качестве дополнительного режима. По умолчанию же фото получаются в размере 4 раза меньше, так как пиксели матрицы объединяются в группы по 4 штуки для повышения качества. И, собственно, по качеству снимков S10 Lite ближе скорее к середнячкам. Днем получаются неплохие фотографии с правильным балансом белого и хорошей детализацией. Из недостатков я бы отметил то, что по умолчанию автоматика делает довольно темные фото, поэтому если снимаете в пасмурный день, то лучше подкрутить немного экспозицию вручную. Снимки на ширик в плане качества еще хуже, но где-нибудь в отпуске в солнечный денек можно и поэкспериментировать. Зато порадовали фотографии с размытием фона. Софт очень хорошо отделяет объекты от фона и почти не делает при этом ошибок. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, я там часто выкладываю фото по ходу того, как хожу со смартфонами и делюсь какими-то своими наблюдениями. Вечерние фото тоже средние. Качества хватает для социальных сетей или если рассматривать их на экране смартфона, но на мониторе дома уже видно, что детали мылятся с шумодавом и не всегда корректно обрабатываются источники света. Есть еще и отдельный ночной режим, но как-то особой разницы с ним или без него я и не заметил. Смотрите примеры и, как обычно, в полном разрешении их можно скачать по ссылке в описании под роликом. Что касается видео, то много рассказывать не буду. Давайте сразу переходить к примерам. Как говорится, лучше один раз увидеть. Единственное, только отмечу, что на официальном сайте Samsung в характеристиках указано, что он может снимать в 4К при 60 FPS, но при этом реально в настройках камеры можно выставить только 4К 30 FPS. Не знаю, возможно на сайте опечатка, а может быть вот этот режим на 4К 60 FPS добавится позже с каким-нибудь из обновлений. А пока этого не случилось, смотрим пару примеров, которые я записал. Итак, вот в конце января наконец-то выпал снежок, и мне кажется, это хороший день, чтобы проверить, как Galaxy S10 Lite снимается, в смысле справляется с записью видео. Итак, сейчас снимаю в 4К 30 FPS, в таком режиме он не может использовать электронную стерилизацию, но здесь оптическая тоже имеется, так что посмотрим, как она справляется самостоятельно, без электронных помощников, а потом затестим и Full HD тоже. Вот сейчас я иду спокойным шагом, проверим все в деле, так сказать. Ну, то есть, вы этот результат уже видите, я потом проверю. И фокус, ну, фокус шустренький, переключаемся в Full HD. Перешли в Full HD разрешение, тоже 30 FPS, чтобы все функции электронной стабилизации работали нормально. и смотрим, что изменится. Стою на месте, теперь немножко пройдусь, опять же, иду довольно быстрым шагом. По идее, должна быть заметная тряска, но надеюсь, что стабы нас не подведет. Ну, вот. Как-то так. А, ну, еще давайте тоже стабилизировку проверим, но с ней все в порядке, как и ожидалось. Со связью все по-флагмански. Есть NFC, есть Wi-Fi на 5 ГГц и Bluetooth пятого поколения. Есть даже FM-радио. Лоток рассчитан на две симки или на одну сим и карту памяти. К сожалению, отдельный слот зажали. С качеством приема сигнала все нормально, по крайней мере, в пределах города проблем я не замечал. Что в итоге, как по мне, очень интересное предложение. Да, в чем-то он уступает старшим моделям, но при этом он заметно дешевле и получил действительно мощное железо. А спустя некоторое время цены наверняка еще немного упадут. Да и, как я уже говорил, раньше появятся какие-то альтернативные варианты и можно будет купить еще дешевле и уже тогда это будет действительно прям отличный вариант. Из основных конкурентов у него, во-первых, это флагманы китайских производителей. Ну, тут уже все как обычно. И, во-вторых, это флагманы самой Samsung предыдущего поколения. Ну, знаете, S9, S9+, и так далее. Тут уже выбирать стоит исходя из каких-то личных предпочтений и обращать внимание на то, какие параметры вам лично в вашем случае важнее. Ну, и, конечно, из того, какой вариант можно будет приобрести дешевле на тот момент, когда вы будете выбирать. Если отвлечься от сравнений, то лично мне Galaxy S10 Lite понравился, мне было приятно им пользоваться, и если бы вот недовольно средняя камера, то это был бы один из тех смартфонов, которые я, пожалуй, рассматривал в качестве своего личного аппарата. Пишите свои мысли в комментариях, если обзор понравился, то поддержите его лайком и обязательно подписывайтесь на канал, и все мои соцсети буду везде очень рад вас видеть. На сегодня это все. Увидимся.